И вновь добрый вечер. Новости в эфире Орен-ТВ в Оренбурге 19.30 в студии Татьяна Ленкова. О новостях этого дня расскажем в ближайшие 20 минут. И вот коротко о программе. Вину свою признала и просила рассмотреть уголовное дело в особом порядке. Однако суд отказал женщине, которая сбила насмерть школицу на пешеходном переходе. Министр Турдан поделил пенсионеров. Чем обидел работающую категорию, расскажем, не пропустите. Хождение по мукам. Вот уже три месяца жители 37-го дома по проспекту Гагарина вынуждены обходиться без лифта. Доктор Макшанцев провел собственное расследование, готов доказать, что изобретение известного оренбургского ученого биокожа неэффективно и не используется в больницах Российской Федерации. Когда исчезнут пробки по улице Донгусской? И когда выровняется дорожное полотно по улице Рабочей? Об этом подробнее расскажем в рубрике «Дежурный корреспондент». И теперь подробно о новостях. Вину свою признала полностью и просила рассмотреть уголовное дело в особом порядке, но Дзержинский районный суд отказал обвиняемой. Сегодня состоялось первое предварительное слушание по резонансному ДТП, которое произошло в июне. Тогда женщина, управляя большегрузом, сбила школьницу на пешеходном переходе в поселке Кушкуль. От полученных травм девочка скончалась в больнице. Первое заседание проходило в закрытом режиме, но Наталье Голиковой удалось пообщаться и с водителем ЗИЛа, и с потерпевшей стороной. На первое заседание пришли все – родители, близкие погибшие школьницы, их защитники и сама обвиняемая в страшном ДТП. Трагедия произошла в июне этого года. Камера видеорегистратора очевидца зафиксировала случившееся. Девочка вышла из автобуса и переходила дорогу. На кадрах видно – подросток не смотрит по сторонам. Но и водитель большегруза, видя, что есть знак и есть желающие перейти дорогу по зебре, даже не затормозила. За жизнь подростка боролись врачи, но от полученных травм она скончалась. Сегодня впервые обвиняемая сама решила рассказать, как все было. Она резко вышла на дорогу. За ее три шага никогда в жизни не остановишь круженную машину с пяти тоннами. То слишком близко была. Вы ее вообще не видели? Они стояли на обочине женщины, а она на поролон пошла и пыталась влево уйти. Потому что машину никогда не остановишь на таком расстоянии. На лице обвиняемой слезы, правда, в их искренность родители и близкие погибшие девочки не верят. В настоящее время никто из обвиняемых, ни адвокат, ни она сама, ни ее представители, никаким образом не выходили ни на защиту, ни на Кузнецовых. И даже в настоящее время не принесены даже извинения. Утрата такая, что ее невозможно восполнить. В настоящее время они настаивают на строгой мере наказания, чтобы это было обязательно лишение свободы. В том числе в настоящее время поданы иски гражданские о возмещении морального вреда и о возмещении материального ущерба. На суде обвиняемая раскаялась и признала свою вину полностью. Упросила рассмотреть дело в особом порядке. В таком случае она могла бы рассчитывать не более чем на две трети от максимального срока наказания. Но страна потерпевших была против такого исхода дела. В итоге рассмотрение будет проходить в обычном порядке. Наталья Голико, Петр Рукин, ОРИН-ТВ. Следующее заседание по этому делу назначено на 29 сентября. Добавим, что максимальное наказание за такое преступление закон предусматривает до пяти лет лишения свободы. Работайте до последнего и на щедрость государства не рассчитывайте. Министр финансов Антон Силуанов заявил, что индексации пенсий для работающих пенсионеров не будет. Он не верит, что работать после выхода на заслуженный отдых россиян заставляет. Нужда, пишут федеральные СМИ. С 1 января 2018 года пенсии для неработающих пенсионеров будут проиндексированы на 3,7%, а социальные пенсии могут вырасти с 1 апреля следующего года на 4,1%. В ближайшие три года Роспенсии для неработающих пенсионеров составит 11%, при этом индексировать пенсии работающим пенсионерам правительство пока не собирается. Каждый пенсионер принимает решение работать, вести активный образ жизни или уйти на пенсию, сказал Антон Силуанов, министр финансов России. В Оренбурге до сих пор с трудовым коллективом не расстались более 100 тысяч пенсионеров. Это каждый шестой и не от хорошей жизни, как один заявляет пожилые оренбуржцы. Докреминация. Человек стремится побольше заработать. Пенсию получить и к ней, небольшая пенсия, и к ней доработать, а его лишают. У меня маленькая пенсия. Муж работает, поэтому и пенсии работает. Справедливого здесь не бывает. Всегда несправедливо. 40 лет стажа, а пенсия 7,061 рубль. Это что это такое? Десправедливое. От нас больше толку. И налоги перечисляют, и страховые. Заработал эту пенсию, а почему его лишают, так сказать, каких-то мизерных, так сказать, льгот? Человек пошел работать, потому что ему не хватает. У нас пенсии не настолько большие, чтобы еще и не работать, правильно? У кого есть силы, пусть работают. Эта нужда заставляет людей идти работать. Мы видим, что цены растут, процентов мало прибавляют. Я не хочу ходить с протянутой рукой, потому что я еще в состоянии сама, как говорится, себя обеспечивать. Я бы с удовольствием так же посидела на лавочке, отдыхала бы. Желательно, конечно, чтобы не то, что всех родняли, а то, что кто заработал, тому и нужно, как говорится, давать. В руководстве СГЦ Вишневский подтверждают, что в отношении предприятия вероятнее всего проводится рейдерский захват, а силовые структуры – лишь инструмент в схеме. Директор группы компании Вильдан Муратов дал сегодня первый комментарий по ситуации вокруг Вишневского. На обвинение по поводу участия в мошенничестве учредителя предприятия Муратов сказал, что все кредитные деньги и субсидии были потрачены исключительно целевым образом. Средства из бюджета – 91 миллион – ушли на погашение кредита. А на агрофирму «Тимашевская», которая приобреталась в 2014 году после банкротства, было потрачено около 500 миллионов кредитных денег. Стоимость данного строительства, по данным Национального союза свиноводов, как я назвал, 535 миллионов рублей, является на 43% ниже статистических данных и плановых значений, показателей, именно касающихся государственной программы развития сельского хозяйства и утвержденных постановлений. Что касается рейдерского захвата, ведь никому не секрет, что мы живем в 2017 году, но все-таки возникают такие моменты, когда зачастую, я не скажу, что с помощью силовых органов, но тогда, когда возбуждаются уголовные дела, как раз возбуждаются уголовные дела, производятся выемки документов, нарушается деловая репутация, как произошло в нашем случае. Ведь у нас, честно сказать, и увеличилась себестоимость за счет данного уголовного дела, упала выручка, а нам нужно платить кредиты. Но мы сделаем все для того, чтобы эти кредиты платить, и сделаем все для того, чтобы поголовье ни на дну головы не уменьшилось, ввиду того, что у нас есть обязательства перед Министерством сельского хозяйства. Подробный материал о ситуации на СГЦ Вишневский, о кредитах, бюджетных деньгах и противоречивой информации смотрите завтра в выпусках новостей. Арест продлили. Подозреваемый в убийстве преподавателя ОГУ остается под стражей Ленинский районный суд. Студенту продлил меру пресечения. Несмотря на протесты стороны защиты, молодой человек под арестом пробудет до 13 октября. Напомним, студента обвиняют в том, что он задушил преподавателя, украл у женщины 300 тысяч рублей и поджег квартиру. Если его вина будет доказана, он может пожизненно лишиться свободы. О других жестоких преступлениях и о наказаниях смотрите далее в рубрике «Ориентировка». В жестоком убийстве подозреваются подростки. В Орске правоохранители задержали двух 16-летних парней, которые могут быть причастны к убийству мужчины без определенного места жительства. Все произошло 13 сентября, сообщает портал orsk.ru. Отмечается, что преступление было совершено с особой жестокостью. Погибшему нанесли множественные ранения, в глаз воткнули палку. Сейчас выясняются все обстоятельства несовершеннолетним, выбраны меры пресечения, содержание подстража на полтора месяца, пишут урские СМИ. В Орске неизвестный обокрали цветочный ларек. Молодые люди ночью проникли внутрь и вынесли букеты на сумму более 6 тысяч рублей. Наш ларек был ограблен. Ограблен был путем проникновения через стекло, разбитое, побоялись осколочных повреждений грабители и решили вытолкать дверь. Им это удалось. Они с витрины похитили сборники букетов, кассу. Радостно от успеха злоумышленники попытались ограбить и соседний киоск, но там сработала сигнализация. На место оперативно приехали полицейские и задержали воришек по горячим следам. Ими оказались двое ранее судимых местных жителей. В отношении двух жителей города Орска, следственным отделом по расследованию преступления на территории Ленинского района, следственного управления, межмуниципального управления ВД России Орска, возбуждено уголовное дело по пункту Б, часть 2, статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации, а именно кража, совершенная с незаконным проникновением в помещении. Санкции статьи за данные преступления предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Полицейские уничтожают игровые автоматы. Гусеничный трактор раздавил более 30 единиц специального оборудования, мониторы и системные блоки. Они были изъяты полицейскими во время проверок. Две женщины в Бузулуке открыли подпольные игровые салоны. Обе обвиняемые в организации азартных игр были признаны виновными. Одной из них назначено наказание – 180 часов обязательных работ, другой штраф – 25 тысяч рублей. Сейчас реклама. Во второй части новостей расскажем, какие сомнения вызывает изобретение оренбургского ученого биокожей и почему. Продолжаем рассказывать о последних новостях в эфире ОРЕН-ТВ. И вот что вы увидите во второй части программы. Доктор Макшанцев провел собственное расследование, готов доказать, что изобретение известного оренбургского ученого биокожа неэффективно и не используется в больницах Российской Федерации. Хождение по мукам. Вот уже три месяца жители 37-го дома по проспекту Гагарина вынуждены обходиться без лифта. Биокожа – миф или реальность? Споры продолжаются. Напомним, некоторое время назад в интернете разразилась достаточно необычная дискуссия. Бывший руководитель клиники промышленной медицины доктор Сергей Макшанцев поставил под сомнение изобретение известного оренбургского ученого Рамиля Рахматулина биокожа. Более того, Макшанцев заявил, что сомневаются в ее эффективности и готов предоставить факты, подтверждающие то, что в медучреждениях страны это изобретение не используется. Сегодня Александр Жарков записал большое интервью с Макшанцевым и сейчас мы покажем фрагмент. Действенности изобретения известного оренбургского ученого Рахматулина сегодня ставят под сомнение. Например, депутат Владимир Фролов направил запрос на имя губернатора Юрия Берга. А вот доктор Макшанцев провел настоящее расследование. И те факты, до которых ему удалось докопаться, вполне можно назвать разоблачающими. Раз он позволяет себе сказать, что он изобрел биокожу, я позволю себе сказать, что он изобрел портянку. И не более того, никакого клинического эффекта вот этого изобретения, которое уже похоронено им же давно, нет, понимаете, нигде никогда ничего не применялось. Захожу на сайт Росздравнадзора, медицинская организация, вернее организация, которой было выдано разрешение на проведение клинических испытаний биопластического материала, который якобы изобрел Рахматуллин. И было поручено это Оренбургскому государственному медицинскому университету. Когда я стал смотреть, зашел, да, разрешение было, но раздел окончания клинических испытаний был пустой. Я позвонил в Росздравнадзор, туда, в Москву, спрашиваю, а почему у вас отсутствует сведения о завершении клинических испытаний? Они мне говорят, значит, не было результатов. Мы пишем запросы в Оренбургский медицинский университет. Ректор пишет, письмо я вам передал, о том, что клинические испытания не проводились по просьбе заказчика. Это лишь малая часть из того, что мы смогли вам сегодня показать. В дальнейшем, завтра, послезавтра мы продолжим показывать это интервью. Более того, готовы предоставить вам документы, которые заставляют сомневаться в изобретении биокожи известного оренбургского ученого. Неоднократно, в том числе и представителями регионального правительства, говорилось, что изобретение Рахматулина используется в медучреждениях страны. Но есть документы, которые опровергают эту информацию. Кроме того, в ответе на наш запрос, который телеканал отправил в Минздрав, сказано, что изобретение биокожи не используется в медучреждениях страны. Завтра в нашем эфире Сергей Макшанцев и корреспондент Орин ТВ представят подтверждающие это документы на соцзрителей. Несмотря на пожар, выставка состоится. Возгорание добавило работы, но планы не изменились. Картинную экспозицию художников со всей области, которые готовились долго, представят оренбургцам 21 сентября. Напомним, 15 сентября в здании музея ИЗО началось сильное задымление. Сработала пожарная сигнализация. Работники тогда спешно выбежали на улицу. Оперативно приехали все спецслужбы. Огонь удалось ликвидировать. Сотрудники переживали, что внешний вид выставочных залов сильно пострадает. Тогда было не совсем ясно, что стало причиной пожара. Как выяснилось, сгорание произошло в подсобном помещении из-за короткого замыкания. Что-то пострадало или ничего? В основном это упаковочный материал. То, что обычно хранится в музее. Пленка, кофра, какие-то небольшие материалы изоляционные. Когда мы используем для того, чтобы транспортировать работы, картины, предметы с одной выставки на другой картон. Сейчас музей вовсю готовится к выставке, до открытия которой остались считанные дни. Что планировали показать почитателям живописи, все представят, рассказывает директор музея Юрий Комлев. Эта выставка будет очень интересной, потому что художники со всей области. Более 60 художников будут представлены здесь на осенней выставке. И вы видите свежий обновленный зал, который мы сегодня готовы представить всем нашим зрителям. Ведутся небольшие работы по монтажу, по демонтажу выставки. И надеюсь, что эта выставка вызовет большой интерес как у наших жителей, так и у туристов, гостей нашего города. Посчитали количество ступеней, дни ожидания. Жители 37-го дома по проспекту Гагарина три месяца вынуждены подниматься в свои квартиры по лестнице. Все это время лифт не работает. Сначала проходил капитальный ремонт, но и после подъемник не заработал. В чем причина? Все выясняла Надежда Русяева. Роза Труфанова не была на улице уже три месяца. Дальше двух метров от своей квартиры пройти не может. И здоровье не позволяет, и неработающий лифт. Хочется выйти на улицу, но по лестнице я уже ходить не могу. А лифт стоит вот такой красивый, молчит. Не по силам это сделать и жителям верхних этажей. Ступень за ступенью и так каждый день. Вот опускаться легко, а подниматься у меня астма. Я вот каждый этаж поднимаюсь, на четвертую живу, каждый этаж поднимаюсь, отдыхаю. По 15 минут я отдыхаю. Многоэтажки, три подъезда. Капитальный ремонт проходил во всех трех. Десятки людей наперебой рассказывают о том, как им приходится добираться до своего жилья. Без помощи, говорят, не обойтись. Мы живем на девятом этаже, и практически все лето я вот с ребенком спускаюсь вниз. Полноценно погулять мы никак не можем, потому что для этого нужна коляска. С коляской нам спускаться очень тяжело. Мы сидим дома, мы ждем, когда у нас придет папа с работы, чтобы папа нам помог спуститься. Колени болят, спина болит. И вот в неделю два раза спустишься, и то тяжело. Я поднимаюсь, когда нормально, а когда мне женщина вчера помогала подниматься. Ну как это так можно? Вот раза три-четыре я останавливаюсь. Вот иду, извините за выражение, корова на льду. Вот цепляешься, подтянешься, и все. Очень плохо. О причинах затянувшегося ремонта проживающие в многоэтажке не знают. Попытки выяснить, в чем дело, не увенчались успехом. Поэтому высказывают свои предположения. Мне кажется, здесь дело в подрядчике и в компании. Почему? Потому что что-то у них непорядок с деньгами. На встречу с негодующими жильцами приехал представитель управляющей компании «Центральная». Рассказал, что дело в подрядчике, который еще не передал необходимые документы для эксплуатации лифта. Значит, приемочная комиссия лифты 8-го числа еще приняла. Но подрядчик, подрядчика это в лице общества с ограниченной ответственностью с консориумом, который выполнял эти ремонтные работы, не передал до сих пор ни управляющей компании технические паспорта на эти лифты, ни заказчику. Заказчиком проводимых работ является фонд модернизации ЖКХ. Там также подтвердили, что документы не готовы, поскольку помимо основных работ на объекте выполнены и дополнительные. Смета сейчас находится на утверждении. В фонде добавили, что на следующей неделе лифт точно начнет работать. Непонятно, почему о сложностях во взаимоотношениях между организациями не сообщили жителям. Ведь самое малое, что можно было сделать, это повесить объявление с объяснениями всей ситуации. ГАИ поделится собранными штрафами с владельцами дорог. Соответствующий проект постановления поправок в Кодекс об административных нарушениях одобрила правительственная комиссия по законопроектной деятельности, пишет российская газета. А это значит, штрафы многократно увеличатся. Данные из камер фото-видео фиксации о 12-тонных неплательщиках по системе Платон обрабатывали в ГИБДД. И ГИБДД назначала штрафы. Контроль за таким транспортом – дело Ространснадзора, именно поэтому и решено передать им соответствующие полномочия. Кроме того, увеличится срок рассмотрения таких административных дел сегодняшних двух месяцев до полугода. Поправки предусматривают и четырехкратное увеличение штрафа для неплательщиков. Оренбургские дальнобойщики вновь высказывают возмущение по изменениям. При этом продолжают работать в предложенных рамках и пока выходить на очередные протестные акции не собираются. Юные исполнители театра и танцы «Щелкунчик» вернулись домой с Черноморского побережья. Маленькие артисты отдыхали в Международном детском центре «Артек». Туда путевки группа получила за участие в спектакле, который был поставлен на сцене Большого театра. Такой же награды удостоены ребята, которые на данный момент усиленно репетируют номер еще в родных стенах. Но уже 7 октября они презентуют свои труды в «Артеке». Отточенные движения, уверенный взгляд шаг за шагом. Номер спектакля, который еще недавно ребята танцевали на сцене Большого театра, еще раз отрабатывают дома. Ведь совсем скоро они примут участие в гастролях на сцене детского центра «Артек» вместе с известными танцорами и российскими звездами. Туда съедутся лучшие коллективы страны, с которыми работали профессионалы. К каждому городу к определенным группам приезжал хореограф. Он ставил в каждой группе свой номер. Было, конечно, очень тяжело, но эти труды и терпение заслуживают такого, чтобы танцевать на такой великой сцене. И поехать в это прекрасное место – это мечта каждого. Ежедневные тренировки оценят зрители в Крыму уже через две недели. Когда будет отлажена работа светофора над Донгусской, чтобы сократились пробки, как скоро исчезнет с дороги яма на улице Рабочей. Вот чем сегодня озадачены горожане. Все подробности знает дежурный корреспондент. И далее смотрите. От моста до моста по улице Донгусской, а это не больше трех километров, вынуждены ехать 30-40 минут. В утренний час пик – настоящее испытание терпением, рассказывают жители южной части города. Они жалуются на ежедневные пробки. И главной причиной этому называют кнопочный светофор на перекрестке возле поселка Кузнечного. Мол, пешеходы идут и через каждые 30 секунд поток у машин горит красный. Возможно ли отрегулировать светофор, чтобы хотя бы две минуты могли ехать автомобилисты до того, как загорится зеленый пешеходом? Об этом предложении мы рассказали начальнику управления по организации дорожного движения. Сергей Прошин высказался однозначно. На этом участке стоит устаревший аппарат, поэтому регулировать его невозможно. Если в будущем году будут выделены федеральные деньги, его заменят. Известен ответ из Москвы будет в декабре. Получается, что жителям зауральной части города надо набраться еще больше терпения. Яма в диаметре метр и никому нет дела. Возмущаются жители улицы Рабочий. Александр рассказал, что уже продолжительное время на дорожном полотне образовалась яма, которая большая и в ширину, и по глубине. Если сейчас автомобилисты ее видят и объезжают, то в сезон дождей здесь водители будут постоянно застревать. О жалобе жителей с улицы Рабочий мы рассказали специалистам управления строительства и дорожного хозяйства. Олег Жерельев пообещал, что уже завтра этой ямы на дороге не будет. И теперь сообщение от внимательного оренбуржца Виталия, который в своем такси после смены нашел ключ от автомобиля. На брелоке указано КИА. Видимо, обратил кто-то из клиентов. Виталий ждет звонка от владельца авто. Контакты есть в редакции. Помните, нам интересны ваши новости, делитесь ими. Звоните на номер дежурного корреспондента по будням в рабочее время. На этом у нас пока все новости. Следующий выпуск в 23 часа. Я напоминаю, что выпуски вы можете смотреть также на 21 канале. Это антенна в Ютубе в прямом эфире. Через наших партнеров, компанию РТелеком и кабельную сеть Дом.ру. Ну и также в социальных сетях в наших группах ВКонтакте и Фейсбуке. Всего хорошего и до встречи в эфире. Субтитры предоставил DimaTorzok Субтитры предоставил DimaTorzok